Социальный проект «Бомбарбия и эвакуация» по-прежнему в прямом эфире сегодня. Мы продолжаем. У нас на очереди психологическое получасие, как мы его как-то окрестили, вместе с нашим постоянным участником этого получасия Анной Солнцевой в киевской студии Женя Мягенькая, Андрей Левкин. Ну а на включении, как вы уже поняли, я уже все сдал, конечно, район в кустах такой получился, Анна Солнцева, наш психолог и постоянный участник проекта. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. У вас солнечно, в Киеве сегодня была пурга. Это я так в 17 сегодня, мы по очереди рассказываем. Да, у нас тоже распустились почки и при этом мела метель. Вот такая вот замечательная погода. Для разнообразия, чтобы не расслаблялись, судя по всему. А то мы тут сильно расслаблены. Так, мы сегодня в целом говорим, Аня, о связи и о мобильной связи. Очень много говорили о ценах, тарифах, телефонах, как связываться со своими. И тут же возник вопрос к вам. И в том числе этот вопрос возник не просто в моей голове, а я его выковырял из различных комментариев и общения в данном случае не со зрителями, а именно с участниками проекта. Связь нам нужна, собственно, для того, чтобы связываться со своими. Это же очевидно. Свои у вас там, как раз здесь, в Украине. И это самая сложная связь, которую можно представить с психологической точки зрения. Вот почему. Наверняка у вас тоже уже были подобные обращения. Женщина звонит своему. Мужу. Ну, называйте как угодно. Мужу. И вот то, что мне написали в комментарии, у меня все в порядке здесь. Мы обустроились. В принципе, никаких проблем особых нет. Ребенок устроен. Там двое детей. Оба. Оба под присмотром. В целом все получилось. Но как только я звоню ему, для того, чтобы рассказать, что в принципе все хорошо, ты не волнуйся, я начинаю рыдать. И не могу удержаться. Вот какой-то триггер срабатывает. Одно слово, интонация голоса. И я начинаю ему рыдать. Что с этим вообще делать? Потому что ему-то от рыдания легче не становится. Она позвонила, чтобы рассказать, как все неплохо. А он получает в результате ровно наоборот. Он получает, что ей плохо, она рыдает. Она ей правда плохо без него. Это понятно. Так-то все нормально. Без тебя мне плохо. От людей, от девочек запрос. А что с этим сделать? Как ему не разрыдаться? Я же ему плохо делаю. Сейчас я вас научу. Давайте. От одной фразы, которая называется «Ну и что?». Так. Если ты начинаешь рыдать и говоришь себе «Ну и что, что я рыдаю», то успокойся в ту же секунду. Серьезно? Да. Жень, ты актриса, ты способна разрыдаться, а потом сказать себе «Ну и что?». А я сама звоню мужу и скажу «Ну и что?». Да. Ну, мужу, если так, то лучше сказать «Я всё знаю», а потом «Ну и что?». Причём, чтобы не повеселиться. И вот эта история про «Ну и что?», она, в общем, очень сильная. Она отпускает все наши аффекты, она позволяет обойти защиты, которые нас там рушат в разные неприятные состояния. Так что вот используйте это «Ну и что?». Но если вы научите это у своих детей, ваши дети станут непобедимы, вам с ними будет неудобно, потому что ты ему, я тебе всю жизнь, да, он тебе «Ну и что?». Да, вот я только что проговорила разговор со своим ребёнком, и я прям увидела, как он у меня вот так вот стоит и говорит «Ну и что?». И всё? И нечем крыть? То есть, с одной стороны, должен сработать вот этот эффект «Ну и что?», и женщина перестанет рыдать своему близкому, да, который, допустим, находится здесь, и она не хочет его расстраивать, она вообще не за этим позвонила. Она, смотрите, она перестанет делать то, что её сдерживает. Ну, то есть, перестанет преодолевать сдерживающее. Ну, знаете, вот раз уже не подросток в доме есть, то она меня поймёт. Подростки не… Ему до подростка ещё есть несколько лет, да. Ему да, ему 7 лет, но ведёт он себя уже как прям… Пару лет, да, я вас поздравлю, что у вас в доме живёт подросток. Они не уходят в протест, если им не против чего протестовать. То есть, грубо говоря, у родителей, которые с уважением забивают на своих детей, дети не протестуют. И вот в этот момент, когда мы себе говорим «Ну и что?», «Ну плачу, ну и что?», вы перестаёте вот этот внутренний протест преодолевать. Вот этим «Ну и что?», нам иногда даже удаётся преодолеть анаргазмию. То есть, вывести женщину на оргазмы. Вот этим «Ну и что?». Представляете, насколько сильная шраза. В общем, я так понимаю, это очень серьёзная такая… Магическая фраза «Ну и что?». Да. А магичнее только ответ «Потому что?», я так понимаю, да? То есть, это из той же серии, судя по всему. Он также магически может действовать на мужчину в данном случае. Окей. Хорошо. То есть, это должно срабатывать. А в принципе, вот это состояние… Это получается невроз, да? Вот что это за состояние такое, когда всё хорошо-хорошо, а только при разговоре с кем-то из близких вдруг случаются эти прорывы, истеричность, слёзы, потоки… Ну вот как это? Отчего это? Мы очень часто путаем… Ну, это слова синонимом используются «удовольствие», «наслаждение». То есть, мы их через запятую. На самом деле, между ними психологическая пропасть огромная. Удовольствие – это про сиюминутное удовлетворение животных каких-то инстинктов, да? Там пожрать, поспать. Любых, да. Любых, да. Поиск удовольствия рушит наши семьи, и поиск удовольствия даже рушит наше собственное счастье. А умение наслаждаться – это… Во-первых, это когнитивный процесс. Во-вторых, это процесс, у которого есть начало и конец. То есть, наслаждение человек получает, когда что-то проделывает. И вот умение наслаждаться, прожить хоть-хоть одно наслаждение в день получить, избавляет нас от неврозов. Можно даже его поставить себе в расписание. Насладиться. Не сожрать шоколадку, а сесть, съесть, посозерцать в этот момент, насладиться, сделать это действие. Ритуализируя удовольствие, можно получить наслаждение, да? Да, можно получить удовольствие, просто быстренько, быстрых углеводов получил, можно получить наслаждение. И так мы практически во всём. От семьи. Есть такая работа потрясающая – досуг как основа культуры. Ну, а это как раз получать наслаждение – это про досуг. Так что ставьте себе в расписание, получать наслаждение. Раз в день это делайте. А если не получится, скажите себе, ну и что? Прекрасно. Очень неплохой выход. Дальше. Раз уж начали про удовольствие, не про наслаждение, а скорее про удовольствие. Конечно, это не психологический, а скорее философский подход, что, собственно, жизнь – это череда стремлений к получению удовольствия. По сути. Человеческая жизнь. Погонят за удовольствием, погонят за наслаждением. Разные вещи. Ты выпей бокал вина, чтобы расслабиться просто. За удовольствие мы всегда платим. Платим жестокое, платим жизнью. Вот это похмелье – это же расплата за удовольствие. Если ты получал наслаждение от этого вина, тебе одного бокала достаточно, у тебя не будет. И более того, ерунду какую-то ты в себя уже не зальешь. Ты понимаешь, насколько качественно новая вообще история получается? Да, возможно. Стоит взглянуть под этим ракурсом. Я постараюсь тоже. Беру на себя такое обязательство. Но вот все-таки я сейчас вернусь немножко к связи. Связь у нас, как правило, все-таки по-прежнему связана с телефонами, то есть с самими устройствами. И тут перед эфиром я, конечно, сейчас Жене лучше слово передам, потому что именно от нее я это услышал. По поводу того, как сильно телефон вошел в нашу жизнь, и мы становимся его придатком. Вот психологически с этим что-то можно делать? Я понимаю, что существуют способы борьбы с игроманиями, телефонозависимостями и так далее. А так, чтобы быстро и самому себе это объяснить. Женя, ну вот ситуация... Да, вопрос. Вопрос. А друга, которая всегда с тобой? Помните, в детстве нас водили за ручку через дорогу? Да. Вот эта рука, вот она всегда с тобой. Зачем с ней бороться? Так это такой заменитель, да, получается? Это психологическая рука друга, рука родителя. К это всегда можно обратиться, найти, посмотреть, спросить, пожаловаться, позвонить, услышать, скоммуницировать, послушать музыку, уйти в какие-то, не знаю, в природные явления. Ну, то есть это родительская рука. Вы от нее не избавитесь, вы можете с собой бороться, можете сказать, ну и что? Ну, это польза. Вот вы сейчас все перечислили, это польза. Но сейчас новости. Это не польза, это факт, Жень. Это, ну, такой факт. Знаешь, это наука, это польза, не польза. Конечно, у нас в телефоне сейчас все. Все карты, информация, гугл. Говори ключевое слово, новости. Новости, вот, новости. Сейчас все сидят в новостях. Понятно, что человек не может быть неинформирован, потому что от этого будет еще хуже. Ты будешь сидеть и накручивать, о боже, что же там творится. Поэтому все читают новости. И новости, они не самые приятные. И как бороться вот с этой паникой, которая наступает? Не читать новости не получается. Вот когда ты их читаешь, как минимализировать эту панику? Сказать, что нужно что? Ну, не читать, да. Или через способ, ну и что, тоже можно попробовать. Не, ну ты понимаешь, что нас сейчас просто сожгут на костре и будут подбрасывать туда большие бревна, если мы доведем эту мысль до конца. Понятно, что это будет про психическое здоровье, но публика нас не поймет. Вот это лазание в телефоне, ну именно скроллинг и новости, да, это комплективное движение. Нам нужно одну компульсию заменить на другую. Все, что угодно, делай такое же повторяющееся. Ходи пешком, мой... Ну, мы с этого начали, по-моему, первый наш эфир был. Мой пол, вымой всю плитку. И компульсия отпустит, потому что на самом деле это предвестник ОКР. И когда закончится у нас война, мы получим большое количество людей с ОКР. Кстати, про наслаждение и удовольствие. Это же получить удовольствие сейчас. Разряд, кузя занят, чего-то делаю, да, но наслаждаться этим невозможно. И когда мы ребенку говорим, выключи компьютер, пообщайся с людьми, мы же тоже его учим в данный момент, ну, воспитываем в нем получение удовольствия, наслаждения, потому что ему нужен процесс. Это и общение, и, там, не знаю, физическая активность, активность, и результат этого общения. Кстати, не думала об этом, да. Ну, еще вот момент, на который я обратил внимание, не знаю, насколько он развит среди, я же не вижу в реальной жизни всех вас уехавших, только вот через включение, а это совершенно определенная ситуация, совершенно определенный ритуал, да, и много уже об этом и говорилось, и я в эфире старался об этом несколько раз упомянуть, о том, что все стараются включиться, особенно участники проекта, для того, чтобы принести пользу, да, и при этом максимально пытаются скрыть, что за этим у них самих стоит. Это целиком объяснимо, хотя это и видно, и, как правило, даже невооруженным глазом за каждым из вас, что у каждого есть своя и не всегда легкая история. Но речь вот о чем. То, на что я стал опять обращать внимание. В первые дни войны люди, которые имели возможность общаться друг с другом, даже незнакомые, все бросились к этой возможности, все открылись и стали общаться. Сейчас мы возвращаемся ровно к тому же, что было в мирное время. Вот немножко отхлынуло, в тех местах, где нет обстрелов, регулярных, да, а не только изредка, люди опять в телефонах. То есть все вернулось туда же. Люди просто смотрят телефоны, они перестали быть такими, вот как в первые дни, когда открылись. И знаешь, вот мне кажется, что этот момент можно потерять, а он же такой классный. Или это просто мое сожалению? Так и должно быть. Психика возвращается в норму, и мы становимся теми, кто мы есть. Видишь, то есть есть в любой ситуации и плюсы, и минусы. Там при всех колоссальных минусах был вот тот плюс, который мы теперь теряем, становясь нормальными. Ты знаешь, у меня всегда вот рассказы ребят, мужчинам впечатляли про какое-то мужское братство. Я все, что, что они там делают вообще? Они идут и вот братаются, они куда-то ходят, какие-то походы, зачем ты себя так мучаешь на этих байдарках. Что это такое? Вот. А когда случилась с нами война, то вот я поняла, что вот это вот братство, о котором я слышала, не могла понять, со мной тоже случилось. И, конечно, эта сказка есть. Правда. Ну окей. Хорошо. Так, ты хотела еще вопросов своих задать? Мне кажется, Аня уже ответила на все мои вопросы. В общем, если подытожить, то нужно позволять себе и посидеть в том же телефоне. То есть это не отклонение, это неплохо, но не постоянно это нужно делать. Правильно? Не нужно себя корить за то, что ты сидишь с телефоном. Мы все иногда напиваемся, и ты себе сколько ни говоришь, и, блин, вот я выпью, вот нормально. Чуть-чуть, да, я больше не буду, все равно потелку. Это нормально. Если случилось, что ты просидел в этом телефоне там сутки, скажи, ну и что? Ну и что? Это нормально. То, что уже случилось, это уже факт. Чтобы это не случилось в следующий раз, ну, об этом можно подумать, что-то по этому поводу сделать. Или сказать, ну и что? Ну и что, да. Пойти помыть окна и сказать, ну и что? Вы, кстати, сейчас тоже можете все дружно сказать, ну и что, после моей следующей фразы, мы наше полчасье психологическое сейчас будем заканчивать, но в целом прямые эфиры не закончились, как и в целом вещание проекта бомбарбия эвакуация. У нас на очереди будет Греция и включение с прекрасным городом Салоники, где у нас Инна Ермак. А с Анной Солнцевой мы на сегодня прощаемся. Ань, спасибо, как всегда, содержательно и полезно. Ой, ребята, у меня к вам будет просьба, у меня к вам будет просьба. Слушайте, раз ребята из Греции, я же тут рядом с Грецией, а я приехала в Албанию без пластиковой карты, ну, то есть с наличными деньгами только. Можно, в Албании получить эту карту в банке нельзя, а можно ли это в Греции? Можете спросить у меня? Хорошо. Просто я тогда съезжу. Вот. Мы же тут ровно для этого и существуем, чтобы оказывать посильную помощь друг другу и участникам проекта и зрителям, которые фактически тоже, наверное, участники проекта. Если вы себя такими считаете, продолжайте, мы только рады. Подключайтесь все к нам. Ань, обязательно зададим сейчас в Грецию этот вопрос. Салоники, конечно, не рядом с Албанией, но что-то поближе к Албании тоже, может быть, найдем и обязательно напишем. Решим этот вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Пока-пока-пока. До среды. Пока-пока.